В Центральной Африке находится живописное озеро Киву. На его берегах живут около двух миллионов африканцев. Но они не представляют, какую опасность таят воды этого озера. Это не хищные крокодилы или агрессивные бегемоты. Киву – одно из самых глубоких озер мира. Глубина достигает почти 500 метров, а размер почти 50 на 100 километров. И находится оно на высоте около полутора километров над уровнем моря и является частью Великой рифтовой долины. Озеро Киву открыто достаточно поздно по меркам всех геологических открытий в конце XIX века. Впервые его обнаружил европеец, немецкий путешественник Адольф фон Гетцен. Так чем же это озеро опасно? В придонных слоях озера скопился огромный запас углекислого газа и метана, растворенного в воде. По оценкам ученых, на дне скопилось около 65 кубических километров метана и 256 кубических километров углекислого газа. Этот метан даже добывают и используют для местного пивоваренного производства. Плохо то, что во время землетрясений углекислый газ может высвобождаться из воды и выходить на поверхность. И рассмотрим случай, чтобы понять, как это опасно, который произошел 15 августа 1984 года на озере Манун. Тогда погибло 37 человек. Второй случай произошел через два года на озере Ньюс. Погибло аж 1746 человек и около 3500 голов скота. Это уже очень серьезно. Из этих вулканических озер вышел углекислый газ, который, как известно, имеет большую массу, чем воздух. Он скопился в низменностях и долинах. Мимо озера Манун в такой момент выхода СО2 проезжал автобус, который заглох. Водитель вышел из кабины посмотреть, в чем там причина, и упал. Все, кто выходили к нему на помощь, падали замертво. Остались в живых только два человека, кто не вышел из автобуса. Позже было установлено, что виновником этой трагедии стал углекислый газ, вышедший из озера. Чтобы избежать будущих трагедий, в этих небольших озерах установили трубы, которые достигали дна. Через них прокачивают воду насосами. Газ постепенно и безопасно выходит на поверхность и растворяется в воздухе, и больше не скапливается на дне. В геологии эти случаи называются лимнологическая катастрофа. Кроме этих африканских озер известны и другие водоемы с такими процессами накопления СО2. В озерах вблизи Мамонтовой горы в США, в озере Масю в Японии, в Маарах вулканического района Айфель в Германии. Ну и самым большим подобным опасным озером будем считать Черное море. Вот такую угрозу таит в себе и озеро Киву. Если случится мощное землетрясение и газ выйдет на поверхность воды, то процесс можно будет сравнить с открытой бутылкой минеральной воды. Если ударить дном об стол, то из воды начнет выходить растворенный в ней газ. Откуда же в этих озерах углекислый газ и метан? Озера Манун и Ньюс вулканического происхождения, и выход СО2 там объясняется процессами дегазации жерла вулкана. Но как это объяснить в озере Киву? Вероятно, по разлому Великой Африканской рифтовой долины происходит выход газов из недр. Эти газы растворяются в воде. Но тогда откуда они появляются в глубинах недр? Ответа не дает никто. Но если применить даже школьный курс химии, то можно примерно понять, что происходит в недрах этого региона. Скорее всего, изначально из недр выходит метан. Он окисляется в породах, которые отдают ему кислород. Однако окислить весь метан под большим давлением и температурах породы не могут. Потоки метана лишь частично насыщаются продуктами окисления, углекислым газом и парами воды. Водяные пары конденсируются в воздухе. Вот, возможно, они его хорошо подпитывают, поэтому в этой горной долине и существует озеро Киву. Как мы здесь видим, при недостатке кислорода продуктами окисления метана является угарный газ СОО и вода. Угарный газ немного тяжелее воздуха, поэтому он стелется по поверхности в тех местах, где выходит. И этот газ еще более опасен, чем СО2. Дело в том, что у него способность связываться с гемоглобином эритроцитов гораздо более сильная, чем у кислорода. Вернее, он забирает кислород из крови и окисляется до СО2. Вы дышите, а кислород в кровь не поступает. При этом достаточно пары вздохов, чтобы потерять сознание. Отравиться угарным газом можно намного быстрее, чем повышенным содержанием СО2 в воздухе. Видимо, это и произошло с людьми и животными на озерах Манун и Ньюс. Считается, что CH4 – это продукт деятельности бактерий в болотах. Но есть гипотеза, что метан – это продукт синтеза в недрах при дегазации водородом по теории Ларина, а водород – это продукт распада гидридного ядра Земли. Ну а по эфирной теории в недрах Земли, как и в атмосфере, идет постоянная материализация вещества. Вначале материализуется водород, а затем в дело вступают разнообразные бактерии, на каждом этапе все более уплотняя атомную структуру вещества. Известно, что самую большую угрозу на Земле несут в себе супервулканы. Это понятие не является научным, его впервые использовали на телевидении, рассказывая о Йеллостоуне. Но термин прижился, и его часто используют для классификации вулканов, которые способны к извержению более 8 баллов. Таких вулканов наука насчитывает около 20. Все они сейчас считаются уснувшими, но вулканологи считают, что супервулканы просыпаются примерно каждые 100 тысяч лет. Самый известный из этого списка – Йеллостоундская кальдера. Это не вулкан в классическом понимании, это даже не высокая кальдера, а целая территория с геотермальной активностью. Ее размеры приблизительно 55 на 72 километра. Если на эту территорию посмотреть с высоты под другим углом сверху, то кальдеру все же можно рассмотреть. В центре находятся невысокие конусы извержений. И обратите внимание на следы водной эрозии, горные долины, которые расходятся от кальдеры как лучи. Йеллоустон, вероятно, извергал не только магму, газы и пепел, но также из кальдеры изливалось много воды. Это подтверждают многочисленные геотермальные источники и гейзеры в этой области. В Северной Америке на востоке континента находится другой супервулкан – кальдера Лонгвелли. На юге Италии, около Неаполя, находится уснувший супервулкан Кампии Флегреи. Это также система кальдер, компактно расположенная в одной области. По-другому их называют флегрейские поля, состоят из 24 кратеров. Часть кратеров скрыта под водой. Про извержение вулканов в историческое время в этом регионе мы знаем только про Везувий. Про извержение супервулкана Кампии Флегреи информации нет. Считается, что последнее извержение произошло около 40 тысяч лет назад. Тогда одновременно извергались Казбек на Кавказе и вулкан Святая Анна в Карпатах. Считается, что это привело к вулканической зиме и даже к вымиранию вида неандертальцев. Стоит отметить, что все это данные официальной науки, которая очень щедра на рассматривание много тысячи и миллион летних периодов, тогда как в упор не желает замечать несчислимые факты планетарной катастрофы 19 века. То есть все эти извержения мегавулканов могли происходить в средние века. Просто, как говорится, не забываем все делить на 17. Итак, для понимания масштаба катастрофы в результате извержения этих вулканов смотрим на слои, которые археологи анализировали при раскопках в Костенках, Воронежская область. Примерно к этому периоду извержения Кампии Флегреи относят слой вулканического пепла в этом месте. Археологи обнаружили ярко выраженные слои пепла, но ведь они могли смешаться с глиной, которая текла после выпадения огромных объемов осадков, пепел приводит к конденсации влаги из атмосферы. Пепла могло быть гораздо больше. Он выпадал не только в Европе, но и восточнее. Ветра с Атлантики доходят до Восточной Сибири и даже дальше. Они приносили пепел от извержения супервулканов, который выпадал на лед и снег уже от наступившего ледникового периода. Слой глины над льдами вечной мерзлоты в Арктике может быть как раз вулканическим пеплом с окисленными минералами железа, например. А вот на Камчатке есть свой супервулкан Карымшина. Может быть, он также извергался в период этих катастроф. Вулкан Сакурадзима в Японии также относит к супервулканам по вероятным масштабам извержения прошлого. Он до сих пор действующий и иногда выбрасывает пепел. А на острове Суматра находится крупнейшее вулканическое озеро Тоба, размер 87 на 27 километров. Считается, что извержение этого одноименного супервулкана произошло 74 тысячи лет назад. Предположительно, объем выкинутого при извержении вулканического материала достигал 2800 кубических километров. А вулканический туф от вулкана Тоба обнаружен в радиусе 4500 километров даже на Индостане. Вообще говоря, список и описание супервулканов можно продолжить. Вулканологи, естественно, рассматривают их извержения по отдельности. Но велика вероятность того, что они случились одновременно. Это и привело к масштабным вымираниям животных, которые насчитывают шесть основных. Трудно даже предположить, сколько древних цивилизаций могли погубить супервулканы. К примеру, на вопрос, почему майя покинули свои сотни городов и куда ушли, может быть простой ответ. Так что же приводило к извержению супервулканов такого масштаба – это отдельный вопрос. Например, падение Луны, глобальный потоп, планетарная война с применением огромной силы оружия или обычные текущие процессы развития самой Земли. Версий много, но почему-то они все оказываются недоказуемыми. В 2014 году исследователи с помощью беспилотного подводного аппарата обнаружили на дне Мексиканского залива странное образование. Оно почему-то напоминало озеро с береговой линией. И это на такой глубине. После исследования и сопоставления более 200 фотографий выяснилось, что это воронка. Но более загадочным оказалось то, что внутри этого подводного кратера находится сверхсоленая вода, которая имеет содержание солей в 4-5 раз выше, чем морская вода. Получается, эта гиперсоленая вода не смешивается со слоями воды выше, так как имеет большую плотность. Это известно из курса физики. Но существует эффект растворения, диффузии жидкости. Любая разница в солености должна стремиться к усредненному показателю. Почему же здесь сильно соленая вода не растворяется в менее соленой? Оказалось, что это не просто подводный провал с более соленой водой, а что это источник сверхсоленой воды? Аналог на суше – Ваклюз. Точно такие же источники, но с соленой водой действуют и на морском дне, не только Мексиканского залива. Их обнаружили даже на дне Арктики. То, что соленая вода вытекает из подводного озера, видно даже на видеозаписи ролика исследователей, который они сняли подводным аппаратом. Кроме аномальной солености воды, источник имеет и повышенную температуру плюс 18 градусов, тогда как окружающая вода имеет температуру 4 градуса. Получается, что это еще и геотермальный источник, как и черные курильщики рядом с подводными разломами. Но теплая вода не поднимается наверх, не позволяет плотность. По краям теплого источника поселились различные донные организмы. Внутрь подводного соленого озера они не лезут, это для них смертельно. Исследователи, найденное им озеро на дне Мексиканского залива, назвали «Джакузи отчаяния». Курьезное название может быть по причине того, что крабы, пытаясь погреться в этом водоеме, попадали в обманчивую ловушку соленой воды. Отчаянная попытка погреться приводит к фатальным последствиям. Исследования подводного озера проводились подводным беспилотником «Геркулес Раф» с корабля «Наутилус». Ранее на такие озера натыкались нефтяники при бурении на шельфе в поисках нефти. Выяснилось, что таких озер на дне множество, и они имеют диаметр от 1 метра до 20 километров. Такие воронки на дне морей известны геологам давно. Они их называют «покмарки». Например, вот данные со дна Черного моря. Это газовые трубки, которые разрушили породу дна. На суше это карстовые провалы и не всегда из-за промывания водой. Есть теория, которая говорит о разрушении известняков водородом, выходящих из недр. Как видно, «покмарки» бывают и водные, с выходом соленой воды. Так откуда же столько соли в этих источниках? Считается, что ниже дна находятся слои соли, образованные во времена существования мелководных древних морей. Эту соль растворяет вода, выходящая по разломам или по тем же «покмаркам» трубкам дегазации. В последнее время частенько проходит информация про землетрясения и извержения вулканов в Антарктиде. Но такой информации афишируется мало. Существует карта землетрясений, произошедших за 33 года наблюдений, и там землетрясения внутри Антарктиды вообще отсутствуют. Но на самом деле это неверная карта. Оказывается, сейсмические станции там есть, и землетрясения все-таки они фиксируют. В основном много землетрясений происходит в океанах вокруг Антарктиды, в местах со среднеокеаническими хребтами. Именно относительно них раздвигаются платформы, а по теории гидридные земли относительно них увеличивается площадь океанов. Самих землетрясений не так много в глубине континента, но они все-таки есть. Сейсмособытия там регистрируются. Есть ли вулканы в Антарктиде? По крайней мере, один точно, но не в глубине континента, а в прибрежной зоне у берега в море Росса. Это вулкан Эребус. Причем это активный вулкан. Пишут, что в последний раз он извергался в 1984 году, но внутри самой Антарктиды вулканов нет, только горные пики над ледяными просторами. Хотя в Антарктиде существуют зоны термической активности. В них не накапливается снег и лед, и во время антарктического лета территории полностью оголяются. Эта территория тоже у побережья в районе земли Виктории и озера Ванда. Здесь также есть каньоны, которые могут свидетельствовать о гигантских разломах или о потоках воды, их промывших когда-то в прошлом. В этой части Антарктиды существует даже река, и она имеет название Оникс. Антарктическим летом 5 января 1974 года температура в долине составила плюс 15 градусов Цельсия. Это даже очень тепло для Антарктиды. Озеро Ванда является гипер-минерализированным озером с соленостью в 10 раз больше, чем у морской воды. Откуда столько соли, если ее питают ледники? Вывод один – вода поступает из недр или она растворяет солевые пласты. К тому же на дне озера температура плюс 23 градуса. Это и ответ, почему в этом месте не накапливаются льды, а летом тепло. Они тают от тепла из недр, поверхность нагревается и испаряет весь снег, и лед за летний период. Все это очень необычно для привычного образа об Антарктиде. Субтитры создавал DimaTorzok